Песня. Господи, благослови нас, умудри нас во всех наших решениях, да будет все по воле Твоей Святой. Тебе слава за все вовеки. Тебе слава за все вовремя, да будет все вовремя, да будет все вовремя. Тебе слава за коллегами, протокол требуется. Дело в том, что в стране произошел несчастный случай, погибли дети. Мы подробностей не знаем, но называют циклы. Представьте, сразу 14 детей. Это 14 семей. Великая печаль. Мы в детском лагере стали сразу молиться о родителе, чтобы Бог их утешил. Потому что детей мы не знаем, а родители ясно делают. Малый срок проходит. Опять сообщение. Еще одно сообщение. В прошлый раз, как бы мы слышали, 98 детей сразу вновременно под капельницу попали. Отравление. То есть это ежегодно. И каждый год начинается проверка. Но она еще, видимо, достигла какой-то точки, что так, чтобы настойчиво каждый день звонила полиция, узнавала прокуратура. Так не было. Один раз приехали, но это все. То есть неразовая компания. У нас приезжала пожалова здесь, как комиссия, сказать, с милицией, с полицией, с прокуратурой, мы ответили. Второй раз приехали, потому что делали, и не получилось трещи. Так, может, есть детей завести туда? Двер, закройте, пускай там. На улице, на улице побудем. Закройте, а пусть там побудут. Последнее сообщение вчера мне Пелина Анатольевна дала, что во вторник, послезавтра будет комиссия, составленная по указанию, то есть на основании распоряжения. Тогда он по-другому назывался, по-другому, что представитель президента Полтайского края, потом федерального инспектора называли, сейчас я не знаю, как-то маленько по-другому. Проверим все лагеря. То есть это не один лагеря, всем не плановая проверка. И, видимо, что ежедневно звонят, как дела? Сколько их детишек? Больше ничего. Два вопроса задают. Ну, а тут вопрос более расширенный. И архитериалистическое, и там, и прочее, сохранение. Главное вопрос сохранения детей. Ну, одно дело, что я, размышляя маленько не так, как им хотелось бы, а даже не маленько, а много, напрасно бодрствует. Страш, если Господь не сохранит город. Невозможно. Мы знаем, случай такой был, и не где-то у нас тут рядом. Ребенок не в лагере был, а ребенок был дома. И погибает в своем доме. И погибает не от чужой руки, а от руки самого дорогого человека. Отца. И он этого не хотел, никто. И, значит, где-то это предписано, запрограммировано было. Но им требуется документ. Они постоянно. Приехали в тот раз, а у вас есть какой-то документ, что я лапки Мигнатий Пикторович? Ну, нет, все знают. Я вас должен проверять. Я сижу дома, мне зачем проверять? Потом махну рукой лапу на мою. Съезжу паспорт. Привез он. Записали. А где у вас есть такое, что вы именно создатели лагеря? Это второе, мне вопроса не было. Ведь не два года, а 45-й год. Ну, что ж ты, я начальник лагеря, это указание избрания на собрании на три года. И второе, указание епископа Евтихии, что я являюсь таким, таким, таким. То есть документы есть, но они в городе, там, у Малины. Так что-то еще какой-то документ. Вот. А кто воспитатели? Вот это вопрос. Официальный документ отсутствует. То есть, а покажите. А им покажите. То есть они, ну, люди системы, им отчет где-то дают. Они фотографируют, так же, переписывают. И я попросил запротоколировать то, что будет сейчас сказано. Так, Виктор Николаевич, сколько лет вы были вот для сегодняшнего дня старшим воспитателем? С 97-го года, получается, 19-й год, так? 19-й год. Поэтому моё семейное положение изменилось, осталось. Но у нас не было никакого решения о том, что он не является старшим воспитателем. И ничего противозаконного лагеря не делал. И я так и оставляю его. Записать надо, что он остаётся старшим воспитателем. Официально. Можно было сказать, даже почётным. Ему равна только Наталья была Николаевна Григорьевна. Она в то время с ним, она выше его бы была старшим воспитателем. Он после неё стал. Вот. Владимир Александрович Пащенко – это времяисполняющий. Потому что два не может быть старших воспитателя по усталу. Он всё время ведёт работу. Главу работу он ведёт. Я скажу, в чём запрещается эта работа. И нужно избрать воспитателей. Вот ниже меня по рангу старший воспитатель, воспитатели, работники. Всё остальное лежит на мне. Согласно регламенту, или как сказать, согласно правилам, принятым полномочиям. Я предлагаю, избираю и прошу вашего подтверждения, которое имеет силу. Значит, одновременно воспитатели никогда не были в лагере. Они бывают, приезжают, они друг друга, выезжают, и Бог так делает, Бог. Детей мало, воспитатели на работе ко мне идут. Только сообщили вещь вам. Дети едут, а тут сами наши ничего не знают, звонят. Как там с воспитателями? Мгновенно из Алматы, два этого дела, православный нас батюшка, говорит, воспитатель не может там. А он знает нас? Нет, не знает. А откуда он знает? Где-то в интернете нашёл. Понимаете, настолько всё, ну, даже нереально можно назвать. Я сказал, нет, мы уже нашли. Ну, мы такие вот женщины, там, незамужные, мы можем. Благодарим, больше пока нет. У нас, я говорю, свои, мы очень внимательно смотрим, проверяем. Значит, прошу утвердить, избрание мною, как создателем, основателем, начальником детского лагеря, в качестве воспитателей. Пока не сниму и не скажу, что каждый год их не будем перезбирать. Рядом со мной сидит Никита Андреевич Колесников. Согласен, Никита? Согласен. Он практически таковым и является уже. Второй год, он всё это знает. Год рождения назови всё. Седьмое, десятое, 1988 год. Где-то, чтобы он насимовал, так, по мелочи что-то не так. Ну, старт подправляли, он в курсе детей. Так, Рябасил, где прописан? Прописан в России. Моя лаптина 14 здесь. Показали. Значит, второе, Сергей Павлович Кутков. Недавнее своё, скажи, рождение и прописку. И телефон свой запишите, обязательно. После этого, телефон сейчас назови. Телефон будет 962. Запишите, ребята. 815-24-15. Дело в том, что власти, которые требуют, у них есть основания. Горно-Алтайска, 21-355. Телефон 8905-084-56-38. В Хабаровске размонтировали лагерь, который специально уголовники набрали, без призомных детей, учат всему, всей этой блатной фене, убийству, то есть всем приёмам воробства. И они бесплатно содержат, но там есть в своих братах, там казна учат. От официального комсомольского права писала большая статья. Есть такое замешанное там педофилии, даже священника там судят и прочее. Нас Бог миловал. Обвинений таких не было. Обвинений могут быть, но они могут быть и ложи. Значит, третий. Галина Александровна Загуляева. Так, Виктор и Володя, свои телефоны назовите сейчас. Сейчас я скажу, только изговорю и сразу. Галина Александровна Загуляева. Так, мой телефон там запиши, вверху углеваю. Восемь девятьсот шестьдесят один, десять тридцать семьдесят шестьдесят. И называй себе Екатериной, последним. Тинникова Екатерина Станиславовна. Ахминова, да. Тинникова. 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 Двумя. Год рождения, место жительства, телефон. Шестнадцатая ноль седьмое, девяносто второе. Так, прописано в городе Аликани. Она тут принимала крещение. Мы ее знаем. Мы ее наканулируем. Какая теперь крещенька? Двадцать четыре, шестнадцать. Телефон восемь девятьсот тринадцать. Пятьсот сорок семь. Ноль три пятьдесят. Мой еще. Мой телефон еще. Возражений у вас нет, что такое коллектив у нас? У кого? Кому-то? Нет. Значит, обязанности. Обязанности всех. Посразу. А что здесь? Сохранность детей. То, что они указали. Сохранность и защита детей. Защита одновременно. Защита, младческая защита от всего неугодного. У нас был православный лагерь. Ясно, что это чтение. Это жизнь по евангельским заповедям. Но спасение вещей души цель. Так указать дальше. Всемирно создавать стопроцентную защищенность детей от любого насилия друг против друга. Друг против друга. Сколько можно показать обзывания, драки? Достойно провести время летних каникул. Здоровыми и довольными возвратиться домой. Ну вот это главная цель, в чем мы выразили. Так это. И все это по евангельским заповедям. Просто подчеркнуть. По евангельским заповедям любви. Тут что больше говорить? Это все известно. Так может кто добавит, чтобы к этому цель назначения лагеря нашего? Ну активно так примите. Если все ставим назначение, ничего и нет, даты. И мы распишемся на бумажке. Может мне на компьютере набрать сначала? Потом на компьютере набрать. И потом там распишемся. Потом сделать копии. Каждому дать одну хотя бы. У меня шло было дверь. Одна здесь, другая в Барнауле. Посчитать, сколько она с севера, значит. Вот себе себе оставить. И на всех поставить деревенскую печать. И указать место проведения собрания спортзал в Патеревскую школу. Время, прямо укажу время сейчас числе. 3 июля 2016 года. Без 10 часов. Без 10 часов. Ну вот так указать. Вот и до. С полчаса до этого времени. Все подробности другие. У нас там густа-густа вписи. Но это малый протокол. Ну все, братья, можем закончить. Поблагодарить Бога. Отдохнуть еще 10 минут. Начнем с занятия. Мы тут все, как мы с коробочкой и тщательно будем поставить. Если нет, то нам паспорт. Ну, посчитайте. Благодарим тебя, Господи, за все твои ищущие группы. Благослови наши труды в деревне, в лагере и встани. Помоги, Господи, воспитать нам детей в христианском благочестии, страхе Твое, добудет все во славу имени Твоего Святого, даруем сохранности и духовной и телесной, Господи. Тебе слава за все во веки веков. Аминь. Я очень ко всем хотим еще добавить, что ничего, никаких новинок без совета не носить. Из дома, которое у нас соответственно привозят, мы не принимаем. Все свое. Так, и что-то привозят или где-то. Известно, чем ребенок может запрятать. Это привезли сейчас в Канаду. А ему уже в Москве привезли антицепаритные. Антицепаритные там прививки. Вот сейчас у меня недели две будет выдавливать из себя это. Это очень тяжелые прививки. Тяжелые даже для старателей тайги какие-то принимают. Ничего не спросили, у нас тут никогда антицепаритные было. Так что что-то возникло где-то, а сразу раз наш покой весь круг. Елена Анатольевна, здесь или батюшка. Вот такое дело как бы, что лучше сделать. Бывает, ситуация неоговоренная. Ну, не понятно. Не стандартная. Все по-карашнему. Походи здесь. Витя.